Кто из кандидатов в депутаты прошел в городскую думу и когда в Полевском пройдет гала-матч с участием звезд российского футбола, узнаете на странице 2. Кинотеатр «Азов» будет переименован. С чем связано это решение, читайте на странице 3. В Полдневой и Зюзерском открылись школьные научные центры «Точка роста». Подробности на страницах 4-5. Она окончила техникум с красным дипломом, учится на отлично в университете и работает на твердую пятерку. А победительницы конкурса профессионального мастерства Диане у Зинбаевой читайте на странице 5. Куда обратиться с коммунальными проблемами и как дозвониться до больницы? Узнаете на страницах 6-7. В свежем выпуске предлагаем вам заглянуть на подворье семьи Пановых. Прусская стена, лофтовые лампы и плетеные ивы. Если интересно, открывайте 12-ю страницу. Вот читаю статью Елены Медведевой и радуюсь за наших юных археологов. Какое замечательное лето у них в этом году было. Плавили металл, стреляли из лука, делали сережки, знакомились с учеными, съели 20 литров клубники. Вот на 11-й странице можно почитать. Эта осень уютная, красивая и вкусная. Участники первого этапа фестиваля «Мои года, моё богатство» похвалились осенними дарами со своих грядок на выставке. Страница 13. Друзья, а я напоминаю, что стартовала подписная кампания. Проведите следующий год с нами, с рабочей правдой. С любовью, редакция. Читатели спрашивают, а он существует? Фиксированный набор ритуальных услуг. Отвечаем, да. Подробности на странице 14. Читайте рабочую правду и будьте в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин